Добрый вечер! Сегодня 24 сентября 2019 года. Тема видеоролика ответ на вопрос по холстикам Ульевым. Много, значит, у меня вскользь. Я как бы в отдельных видеороликах говорил о холстиках. Вот хочу отдельный ролик снять и ответить на те вопросы, которые по холстикам поступают. Почему именно плёнка, почему не ткань, почему не материя. Есть вообще противники плёнки, абсолютно категорически против, которые считают, что это недопустимый материал, который можно использовать в качестве холстика. Значит, ну начну я с того, что начинал я пчеловодство, когда-то кроме тканевых холстиков я в принципе не видел у своих наставников ничего. Но были пчеловоды, которые пользовались деревянными потолочными. А так в основном применялись тканевые холстики из ткани. И благо того, что в нашем городе текстильная фабрика по выпуску ткани с тканью, в принципе проблем никакой не было. Можно было попробовать разные варианты. Поскольку было время, что можно было недорого с рук купить ткань разную и как бы на холстике её использовать, пробовать разные виды холстиков. Что самое неудобное, что самое неудобное и плохое, если используется холстик, значит из ткани. Но вот с моей точки зрения самый минус тканевых холстиков в том, что они влагопроницаемые, влагонакопительные. То есть если ткань находится, допустим, на открытом воздухе, она может работать как фитиль. То есть вот краешки свисают немножко с улья, дождик идёт на улице и намокает вот эти края, и потихоньку весь холстик становится влажным. То же самое происходит, если большая влажность в гнезде. Прекрасно знаем мы все, что даже рубашку, когда надеваем, что влагу, вот допустим, если человек потеет, то может быть работает как да, да, то и рубашка сырой становится. То же самое получается, что когда большая влажность в гнезде, часть-то холстик пропускает влаги через себя, но он всё равно становится влажным. То есть если большая влажность в гнезде и его холстик намокает, он становится дополнительным источником влаги в гнезде. То есть в идеале холстик должен быть абсолютно водонепроницаемый, чтобы он был абсолютно сухой. Сверху холстика подушки может быть влажный, но на клубе холстик должен лежать абсолютно сухой, ни при каких условиях он не должен намокать. Это вот сравнивая разные варианты, как бы я пришёл к такому выводу. Вот. Как я переходил постепенно на плёнку? Я тоже был противник плёнки, тоже считал, что самая хорошая это материя. Материи, значит, пользовались как хлопчата из хлопка, так вот впоследствии я как бы у наставников видел, они использовали плащ-палатку, даже и брезент в качестве холстика. Вот. Как-то, значит, случайно я буквально попробовал на двух или на трёх плёнку. То есть плёнку я клал летом, в мае уже, на сильные семьи. И для сравнения просто оставил и посмотрел, что будет. К моему удивлению, под плёнкой развитие намного лучше идёт у семьи. Вот. Задумываясь над этим, читая литературу, я пришёл к выводу, почему это происходит. Происходит это потому, что лучше тепло держат и лучше держат влагу, поскольку в расплодном гнезде всегда повышенная влажность воздуха. Кто осматривает, ведь пчеловод видит, что личинки, они, если влажность чуть будет ниже, они могут высохнуть, то есть в гнезде постоянно влажность воздуха большая должна быть. И хорошо, когда идёт взяток. То есть пчёлы постоянно нектар подносят, и за счёт этого нектара они начинают выпаривать, и влажность воздуха большая. Если взятка по каким-то причинам нет или он отсутствует, то может критическое, так сказать, наступить порог, при котором влажность воздуха внутри гнезда резко снижается. Тогда пчёлам приходится приносить воду и дополнительно её разбрызгивать, чтобы повысить влажность воздуха. То есть получается дополнительная работа. Для пчёл, если вот эта влага будет как-то уходить, допустим, через те же пористые холстики, жарко летом, да, взятка нету, холстик-то он через себя влагу пропускает, и излишняя влажность из гнезда уходит в подушку. Что пчёлам приходится? Пчёлам приходится отвлекаться и носить в воду. Вот, разбрызгивать эту воду, чтобы до нужной влажности доводить режим в гнезде для вращивания личинок. И вот эта вот плёнка, она помогает. Не так происходит испарение влаги из гнезда. То есть пчёлам в активном периоде легче провентилировать при избытке влаги, чем вот эту влажность поднимать. Поднимать влажность они могут только и одним единственным способом. Или приносить нектар, или приносить воду. Вот. То есть попробовав в год вот именно плёнку эту, да, я пришёл к выводу, что под плёнкой это лучше развитие намного. И где-то через год я перевёл всю пасеку на плёнку. Вот. Единственное, что могу сказать, что рано на слабые отводки, допустим, рано плёнку вложить тоже плохо. Может, влажность под плёнкой большая. Потому что слабая семья или отводок, он как бы не... Ну, труднее ему провентилировать гнездо. Вот. Поэтому на, значит, на слабые отводки, на слабые семьи я плёнку кладу попозже, когда установится тёплая температура. Но даже слабые отводки под плёнкой лучше развиваются. Вот. Это, значит, вот по плёнке. Вот. Вопрос возник у меня в другом, что плёнку-то я положил, да, а она зиму-то, она воздухонепроницаемая, создаётся дополнительная влажность. Для лета-то это хорошо, когда расплод, а она зиму-то, она, это лишняя влажность пчёлам не нужна. И поэтому сначала я, значит, на зиму ткань возвращал, но потом, вот, я говорю, замечал, что ткань тоже, она... В зимовнике ещё проще, там сухо всё-таки. Она через себя влагу пропускает, не так она влагу в себя набирает. А вот на улице дожди, оттепели. Бывают холстики сырые даже, вот, по краям становятся. И, значит, стал пробовать замены, искать воздухонепроницаемое. И вот из всего, что, как бы, я пробовал, самый лучший вариант на сегодня мне понравился, это мешок из-под зерна. То есть, вот такие вот мешки, значит, они из магазинов, бывает, продают, из-под зерна, из-под сахара они используются. Но они, единственное, что они, плотность у них бывает разная. Вот, если возьмём, вот, на зиму лучше, чтобы он влагу, это, воздух хорошо пропускал. Я обычно вот даже вот так продуваю через него, если воздух хорошо продувается, значит, для зимовки идёт. Вот. Ну, в стиральную машину прополощу несколько минут, просушу всё абсолютно. Получается чистый, сухой мешок. Вот. Чем он хорош? Он не намокает никогда. То есть, на гнезде, на пчёлах у вас всегда будет сухой холстик лежать. И он через себя влагу пропустит. То есть, если намокнет, намокнет подушка. А на пчёлах всё равно будет сухой материал лежать. Вот. Это очень и очень ценно. Для... Особенно для зимы. Потому что, я говорю, если он намокнет, сырой будет холстик. Вместо того, чтобы удалять влагу, он будет источник дополнительной влаги и осложнит зимовку. Вот. Поэтому вот на сегодня, значит, у меня как бы вариант такой. На зиму я кладу вот этот холстик. А весной, после облёта, в мае холстик снимаю и плёнку. Или же плёнку прям непосредственно на этот холстик ложу. Вот. И вот такой вариант мне на сегодня нравится лучше. Вот. Задавали вопрос по потолочинам. Если вот для начинающих я... Кто по опыту не знает. Потолочные – это деревянные такие планки, не очень толстые, которые вместо холстика ложатся на рамку сверху. Вот. Очень хороший вариант, я считаю. Единственное, вот для меня, допустим, он почему неприемлемый? Неприемлемый потому, что я пчёл перевожу. Вот. И мне нужен я вот при перевозке вот такую книжковину ложу сверху, под подкрышником, и получается вентиляция дополнительная. С потолочными так не получится. И потолочные неудобно осматривать зимой. Они обычно, пчёлы их здорово, бывает воском или прополисом, закрепляют как бы изнутри. И когда начинаешь открывать, побеспокоишь сильно. Вот. То есть, всё-таки вот, я как бы попробовал на нескольких, для меня лучше вот именно вот это мешкание. Вот. То есть, вот по холстикам вот так я, что от ткани я так и отошёл. Ну, тканями, тканями, тканями из материи холстикой я пользовался, но лет 18 точно. Вот. То есть, начинал я непосредственно вот именно вот с этих холстиков. Вот. Вот на сегодня как бы плёнка летом. Сейчас, значит, разные варианты пробую. Уже плёнку даже на некоторых не снимаю, а просто отгибаю. Там вот у меня видеоролики есть некоторые, я показываю, как я это делаю. То есть, я с задней стенки отогнул плёночку, сделал там вентиляцию, если надо, на подушку там, или сеточку положил, желчевую. Нормально тоже зимует. То есть, в принципе, по плёнке ещё тонкую плёнку часто пчёлы грызут. То есть, если кто-то хочет, если, конечно, она как бы халявная, не покупаешь ты её, да, то можно любую использовать, которую лишь бы деньги не платить. Если, конечно, вот покупаешь, то надо учитывать то, что тонкую может разгрызть очень быстро пчёлы. То есть, надо потолще брать её. Ну вот, в принципе, вот так вот, вкратце по холстикам вот такая информация. Спасибо за внимание. Буду рад, если кому-то мой опыт как бы поможет в работе пчёлами. Спасибо.